Американский миллиардер Илон Маск довольно противоречиво высказался в Твиттер о войне в Украине. Он предложил свой план на окончание конфликта. Практически все пункты этого плана вызвали настолько бурную реакцию среди пользователей Твиттер, что комментировать пост пришлось и на Банковской в Киеве, и в московском Кремле. О плане Илона Маска и о реакции, которую он вызвал, далее в материале. 3 октября в своем Твиттере один из богатейших людей мира, предприниматель Илон Маск, неожиданно для всех опубликовал свой план мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной. Миллиардер выложил пост, содержащий четыре пункта, которые, по его мнению, помогут достичь мира и остановить войну. Мир между Украиной и Россией. Провести повторные выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН. Россия уходит, если такова воля народа. Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года до ошибки Хрущева. Водоснабжение Крыма гарантировано. Украина остается нейтральной. Получив неоднозначную реакцию читателей, Маск спустя некоторое время опубликовал новый пост, в котором предложил проголосовать в следующем опросе. Давайте попробуем так. Воля людей, живущих в Донбассе и Крыму, должна решить, будут ли они частью России или Украины. Такое событие не осталось без внимания официального Киева. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на пост Илона Маска устроил свой опрос, в котором спросил, какой Илон Маск нравится людям больше, который поддерживает Украину или который поддерживает Россию. Вслед за Зеленским в твиттер-обсуждение вступил и советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, который предложил Илону Маску другой вариант окончания войны. Илон Маск. Есть лучший мирный план. Украина освобождает свои территории, включая аннексированный Крым. Россия проходит демилитаризацию и обязательное ядерное разоружение, чтобы больше не угрожать другим. Военные преступники проходят через международный трибунал. Давайте проголосуем. Илон Маск заверил своих читателей, что все равно будет поддерживать Украину. Однако своим крайним постом основатель Теслы и SpaceX усомнился в ее победе, заявив, что в случае полной мобилизации в России победа украинского народа маловероятна. В Кремле после этого твиты Илона Маска сочли весьма позитивными. На самом деле это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода. В отношении от многих профессиональных дипломатов Маск все-таки пытается искать пути для достижения мира. А достижение мира без выполнения условий России совершенно невозможно. Илон Маск далеко не первый из всемирно известных звезд, кто столкнулся со столь бурной реакцией из-за высказываний относительно войны. В августе этого года основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс дал скандальное интервью CNN, в котором заявил, что в войне виновата Украина и НАТО, а огонь в Украине разжигает американский президент Джо Байден. После этих высказываний Уотерс столкнулся со шквалом негатива не только в интернете, но и за его пределами. Польши стали отменять ранее запланированные концерты артиста, а депутаты городского совета Кракова вовсе потребовали объявить Уотерса персоной нон-грата. В список мировых звезд, которые в свою очередь поддерживают Украину, входит огромное количество людей. Среди них известные группы «Металлика» и «Рамштайн», актеры Анжелина Джоли и Леонардо Ди Каприо, писатель Стивен Кинг, футболисты Криштиану Роналду и Роберт Ливандовски, артисты Эд Ширант и «The Weeknd» и многие другие селебрити. Как отреагировали на этот пост пользователи Twitter, можно узнать, зайдя на страничку Илона Маска в этой соцсети. А вот как украинцы отреагировали на план Маска, мы вам покажем прямо сейчас. Я считаю, он вообще к этой теме касаться не имеет права. В данной ситуации, в которой мы сейчас находимся, в условиях войны, поэтому, наверное, вообще ни о каких выборах или референдумах, наверное, речи не идет. Сначала надо войну закончить, а потом уже решать дальше, как жить дальше. В принципе, Илону Маску есть еще куда совершенствоваться. Если он хороший бизнесмен и инженер, это не значит, что он хорошо разбирается в политике, и ему есть над чем работать. Я думаю, что украинцы в комментариях, в Твиттере ему ответили. И не только украинцы, насколько он неправ, и учитывая, как украине положительно к нему относились, к его разработкам. Потому что Старлинг очень помогает нашим военным на фронте. Это было оскорбительно слышать от него. Большая часть украинцев никогда не отдаст свои территории просто так. Все будут воевать, независимо на каких фронтах, даже в IT-технологиях. Я работаю во благо Украины и всегда буду поддерживать наших граждан, которые у нас проживают. Даже ваших белорусов, которых Лукашенко притеснил, им пришлось выехать на территорию Украины. Мы не сдадим наши территории. Мы все будем только за нашу независимость, за целостность той территории, которая была до 2014 года. Я считаю, пусть Иван Маск едет в Крым, в Россию, и там живет. Точнее, в Россию, а Крым – это наш. Субтитры создавал DimaTorzok